всем привет добро пожаловать в очередной эпизод звездного гражданина в прямом эфире как мы назовем этот эпизод гоняешься за гонками я только что это придумал я твой ведущий джаред хакаби и если ты никогда раньше не видел star citizen light это то место где мы проводим около часа в конце нашей недели и мы общаемся с нашими разработчиками членами нашей команды людьми которые делают star citizen и squadron 42 возможными присоединяясь к нам на шоу на этой неделе у нас есть кавалькада целый прекрасный букет разных разработчиков в разных областях но мы перейдем к этому через минуту в начале недели если ты еще не проверил это внутри star citizen вчера я ознакомился с некоторыми членами команды встроенного контроля качества и их работой в некоторых местах которые в настоящее время тестируются и разрабатываются для star citizen в том числе обновленный новый конференц-центр babyger у которого есть название которое я не могу придумать о том что мы приедем на предстоящей четвертой альфе 317 в рамках межгалактической аэрокосмической выставки на следующей неделе колоссальные новые 35 заброшенных аванпостов которые будут разбросаны по всей системе стентон в предстоящей альфе 318 запланированной на декабрь этого года а затем конечно же краткий обзор космических станций вне закона которые стали важной частью предстоящего путешествия к 40 которое как мы надеемся будет в ваших руках в следующем году мы также представили идею добавления целой кучи общественных ипподромов в альфа 318 задержка для альфа 318 в основном связано с продолжающейся работой с потоковой передачей объектов precision и получением совершенно новой основы для вселенной precision сделанной в одном патче потому что хэй предоставил определенным командам по контенту возможность совершать короткие спринты и добавлять дополнительный контент везде где это возможно и члены наших друзей в теорбиланд а также команда ю сэндваксван здесь в монреале воспользовались возможностью добавить 6 или по крайней мере 6 я этого не делаю мы выясним вся ли это сумма совершенно новые гоночные трассы для постоянной вселенной все они основаны или по крайней мере некоторые частично основаны на трассах созданных членами сообщества так что мы это проверили вчера мы продемонстрировали троих из них на инсайт стар ситизм там была гоночная трасса ела через астероидные поля вокруг мрачных взломов там была и в терпо гоночная трасса на поверхности этой луны и я думаю что говорю правильно у нас были довольно внутренние дебаты о том как сказать youtube и когда мы снимали и я видел как один человек в комментариях спросил намеренно ли я говорю это иначе чем любой другой разработчик просто чтобы запутать людей и мой ответ да а затем третий ипподром в зоне 18 на планете арткорд на сегодняшнем шоу мы собираемся исследовать три дополнительных ипподрома которые приближаются к альфе 318 сделанные нашими друзьями из теорбиланд и присоединившимися к нам на шоу чтобы помочь обсудить это сегодня нам они из на манья ты там да я здесь как дела хорошо добро пожаловать в качестве нашего самого первого удаленного гостя в новом формате stars it in live ты можешь видеть и слышать меня хорошо да с моей стороны все идеально сколько пальцев я поднимаю вверх я сейчас не смотрю твич поэтому не вижу сколько пальцев о ты не видишь о мы этого не делали это была моя вина это была моя вина нас было трое все в порядке итак намания присоединился к нам на шоу на этой неделе у нас также есть два члена нашей уважаемой аудиокоманды которые собираются заполнить заднюю половину но так как они были там и вместо того чтобы заставлять их сидеть тихо мы позволим им присоединиться к разговору у нас есть грэм и карантин из манчестерской аудиокоманды как у вас дела ребята у нас все хорошо да в конце недели да тебе не терпится увидеть несколько общественных ипподромов конечно да на манджи ты можешь видеть и слышать их правильно я могу видеть и слышать их если у них есть какие-либо вопросы относительно ипподромов они могут задать их окей это чертовски технический подвиг и большое спасибо тому и петеру за кулисами за то что сделали это возможным сегодня хорошо итак мы на мане давай просто начнем с чего-нибудь простого немного подготовим сцену зачем добавлять шесть новых гоночных трасс в постоянную вселенную в 318 году это хороший вопрос мы должны задать его таду потому что он тоже застал нас врасплох когда попросил нас сделать это но наша цель всегда состоит в том чтобы добавить больше игрового процесса который был бы веселым и быстрым для игроков это была хорошая задача по адаптации кроме того для одного из наших новых дизайнеров уровней это был хороший первый шаг к внедрению большего количества гонок во вселенную это определенно шаг в правильном направлении я имею в виду что мне не терпится увидеть что будет с гонками в будущем но на данный момент это было шесть гоночных трасс я думаю что это была довольно легкая победа для всех команд которые работали над этим и да это было просто весело и надеюсь играть в нее будет весело круто и так еще раз для людей которые возможно не видели вчерашние идеи для нашего гражданина вам стоит проверить это чтобы увидеть довольно подробный обзор ипподромов на или у терпи и арт корпорейшн сегодня мы собираемся взглянуть на три новых ипподрома и просто перейдем прямо к делу первый ипподром который мы собираемся осмотреть и обсудить находится на деймере так что том почему бы нам не начать фильм деймер с клипа и давайте просто обсудим это давай в первый раз взглянем на новый ипподром деймер итак внимание на что мы здесь смотрим значит это будет совершенно новый ипподром значит это не один из общественных ипподромов которые мы выбрали это новый ипподром он находится прямо рядом с садом на деймер у них довольно крутой горный хребет и каньоны которые похожи один на другой и мы решили сделать там ипподром по нескольким причинам во первых потому что это близко к юти во вторых потому что у нас уже есть эти естественные каньоны по которым игроки могут участвовать в гонках это также очень напоминает нам ипподром снэкбит так что в этом отношении он будет очень знаком игрокам там очень похожие повороты и изгибы атмосфера та же самая она будет знакома гонщикам но есть также несколько новых деталей которые похожи на приближение к горам где мы добавили немного вертикальности мы добавили эти подземные переходы под скалами которые очень запоминаются так что мы просто взяли снэкбит и по сути вывели его на новый уровень так что это похоже на эволюцию гонок это выглядит лучше это лучше на ощупь это красиво над этим работало много художников Луи Макс он проделал отличную работу в художественном плане и это действительно заметно мне нравятся незначительные детали когда ты приближаешься к земле в человеческом масштабе деталей намного больше у нас есть лучшие ориентиры это просто отличная веселая трасса для гонок вау когда ты говоришь что это обновление до снэкбит снэкбит все еще существует это не так да мы действительно добавили миссии на снэкбит так что временные испытания будут доступны на снэкбит нам пришлось немного обновить визуальные эффекты снэкбит чтобы приспособиться к контрольно-пропускным пунктам но золотой путь снэкбит остался прежним нам просто нужно было добавить некоторые визуальные эффекты для нескольких дополнительных контрольных точек чтобы убедиться что люди не смогут проскочить над каньонами понял поэтому мы добавили змеиную яму я даже не помню какой это был патч сейчас 317 2.1 да хорошо так что когда мы добавили это у него не было официальных внутриигровых галочек не так ли? контрольная точка нет это не так так что это совершенно новое команда эмфт поработала над ними и на самом деле они намного лучше чем я ожидал слава им хорошо так что веди меня в курс дела игроки собираются открыть свои моби глаз им будет доступна миссия как это работает? да так оно и будет им придется немного подточить репутацию чтобы разблокировать все треки очевидно что первый трек должен быть немного проще так что игрок собирается открыть моби глаз у него начнется новая гоночная карьера и он сможет заплатить вступительный взнос за участие в гонке а если у них будет несколько скобок я этого не хочу я не слишком хорошо знаком с тем сколько у нас скобок но у нас определенно есть бронзовые, серебряные, золотые, платиновые а затем в зависимости от того где игрок как быстро игрок заканчивает гонку он получит время и несколько кредитов в зависимости от того где он занял место в сетке а еще нужно будет побить что-то вроде мирового рекорда это будет зависеть от того у кого будет самый быстрый рекорд на этой трассе у него или у нее не надо, не забывай не забывай о женщинах-гонщицах да, мне надрали задницу достаточное количество внутренних я виноват у нас действительно есть снимок сверху что-то вроде снимка сверху вниз чтобы увидеть размер ипподрома не так ли? давай взглянем на это так насколько же это велико? о каком размере мы здесь говорим? это очень похоже на укус змеи так что я думаю, что это примерно на 10 км больше или меньше у нас есть другие укусы побольше длиной около 30 км этот проходит по петле так что мы постараемся, чтобы в будущих гонках были петлевые, а некоторые линейные так что мы будем играть с этим хорошо а потом у нас будет несколько отснятых кадров у нас действительно есть несколько тестовых отснятых материалов один из наших кинематографистов, Дэйв, который является одним из двух людей, которые каждую неделю снимают весь замечательный B-roll для Inside Star Citizen взял небольшой отпуск и отправился участвовать в гонках для нас так что давай сыграем в гонку Дэйва на Деймар здесь и посмотрим на настоящую гонку в действии итак опять же ты берешь миссию, а затем есть реальные контрольные точки, которые ты должен проехать, и они точно помечены галочкой так что прямо сейчас у нас есть визуальные маркеры контрольных точек, как будто мы видим один прямо там так что как только ты пройдешь его, он покажет тебе следующий контрольный пункт, на который тебе нужно проехать это будет очень полезно я бы посоветовал игрокам в первые несколько раз, когда они участвуют в гонках, делать это медленно, просто чтобы быть уверенными, что они не разобьются выучи гонку и тогда после нескольких поворотов на гонке ты сможешь это сделать после нескольких кругов на гонке ты сможешь делать их довольно легко, я думаю и в настоящее время я обладатель мирового рекорда в этой гонке это 1 минута 22 секунды так что это будет мировой рекорд до тех пор, пока все остальные в ПУ не войдут туда и просто уничтожат меня теперь это мировой рекорд ты, похоже, один из двух человек, которые действительно пробежали эту гонку мировой рекорд есть мировой рекорд Доминик Торетто сказал это в Форсаже не важно сколько ты выиграешь, важна сама победа вау это было так же, как если бы Вин Дизель был здесь в комнате с нами да, это именно так Грэм Карантин, ты видишь многое из этого здесь в первый раз о чем ты здесь думаешь? да, мы поговорим немного позже о том, как Карантин будет рассматривать впечатление от полета с точки зрения звука и это еще один ракурс и мы, ты знаешь, должны заставить корабли работать так, чтобы это звучало хорошо при любых обстоятельствах и это очень уникальное обстоятельство но это выглядит абсолютно красиво и я думаю, что, конечно, я не могу дождаться, когда мы возьмемся за это и начнем настраивать звук на него я действительно согласен да, это будет довольно крутая работа, над которой нужно поработать Дэйв там красуется с бачкообразным рулоном да, это обязательное условие в этом треке важно также отметить, что эти треки также будут такими, что ты сможешь поднимать их и ночью так что, похоже, у нас есть потрясающие художники по свету, которые проделали потрясающую работу над этими треками так что, независимо от того, участвуешь ли ты в гонках днем или ночью, впечатления будут разными но мне нравится видеть, как эти трассы освещаются ночью, особенно ориентир на этой трассе с огнем наверху это выглядит здорово еще одна вещь, которую нужно знать это то, что мы спрятали несколько пасхальных яиц, которые будут там некоторые из них будет легко найти, другие будет труднее найти, потому что следы такие большие мы разместили несколько подиумов вокруг трасс в ключевых местах, где у нас есть несколько хороших снимков для печатных экранов так что игрокам предстоит найти эти подиумы на каждой трассе спрятано от одного до трех подиумов, так что удачи в их поиске есть ли какие-нибудь подходящие места для тосканских рейдеров, чтобы стрелять по гонщикам? да, мне потребовалась каждая унция силы воли, чтобы не произнести эту фразу не произносить ее, потому что я действительно хочу сказать, что Грэм вибрирует так, как будто вы, ребята, не видите Грэма но Грэм вибрирует так, как будто он определенно хочет это сказать я ничего не говорю все в порядке значит это день ипподрома это выходит в сеть в альфа версии 318 у него будет миссия, у него будут контрольно-пропускные пункты я видел несколько человек в чате люди спрашивали о возможности добавления к этим вещам трибун или других смотровых площадок есть ли что-нибудь подобное уже на ипподроме Дамар или это что-то особенное? так вот, я думаю, у этого есть я не уверен, правильно ли я помню я думаю, что это средняя посадочная площадка, где мы видели знаковое место с огнем сверху там есть посадочная площадка, но я не уверен в размере посадочной площадки я думаю, что нам нужно было бы сделать большую площадку чтобы, например, гусеница могла приземлиться там с парой зрителей мы действительно хотим, чтобы у нас были хорошие места, где люди могли бы приземлиться и понаблюдать за гонкой это тяжело у меня здесь есть звукорежиссеры, так что я спрошу их звук обычно очень важен для нас как будто мы сидим здесь и показываем материал, а наши звукорежиссеры ведут себя так, словно видят это в первый раз прямо сейчас вот насколько они хороши есть ли шанс подражать или имитировать классическую пол-позицию? мне кажется, что было бы невежливо не сделать этого в данный момент так что теперь, когда ты упомянул об этом, иногда я использую свою трибуну, чтобы проводить политику да, мы это увидим посмотрим, как это произойдет в следующей гонке мы рассмотрим возможность переезда из Деймара в Лорвил давай включим видео с Лорвиле и взглянем на этот предстоящий ипподром здесь так что ипподром Лорвиле на самом деле является ипподромом сообщества я знаю, что у них там было что-то вроде гоночной школы, которой я присоединился, чтобы научиться участвовать в гонках немного лучше вот это над этим ипподромом работал дизайнер нового уровня по имени Дейн, так что это была его задача по адаптации мы подумали, что ему будет полезно узнать, как использовать слои, представить, как использовать по форс и поработать с художниками по освещению и художниками уровня так что это была хорошая ступенька для него это было довольно просто, потому что ипподром уже был построен сообществом я думаю, мы изменили лишь некоторые незначительные вещи здешние художники проделали потрясающую работу, добавив больше конструкций мы также можем поднять эту конструкцию ночью, так что ночью здесь гораздо больше видимого света мигающие огоньки да, это просто один из тех культовых ипподромов, на которых сообщество уже некоторое время участвует в гонках и тогда теперь они смогут участвовать в гонках и заработать на этом немного кредитов ты упомянул кое-что, на что я хотел бы обратить внимание в чате твич есть пользователь я думаю, это была математика бык, похоже, если бы я был менеджером проекта, гонки это последнее, над чем я бы работал но ты правильно подметил, что это была начальная задача для совершенно нового члена команды не все, кто работает над Star Citizen, находятся на одном и том же уровне вовлеченности, на одном и том же уровне опыта, на одном и том же уровне приверженности и часто, когда ты видишь эти внешние вещи, ты думаешь, о, почему они на этом, а также на этом, а также на этом это потому, что ты ищешь задачи, соответствующие расписанию ты ищешь задачи, соответствующие вакансиям в доступных местах ты ищешь задачи, которые подходят для таланта и способностей людей, которых ты пробуешь и это выглядит так таким образом, ты получишь все, что угодно ты получишь основные вещи и ты получишь средние вещи и ты получишь маленькие, крошечные, забавные, пушистые вещи и все, что между ними особенно, когда ты проект шириной в пять студий и численностью 800 с лишним человек Монреальская команда Я думаю, что прямо сейчас мы дизайнеры пяти или шести уровней и из пяти или шести дизайнеров уровней только двое работали над этими треками то есть я и Дэйн так что у нас есть другие дизайнеры уровней, которые постоянно работают над другими вещами, не относящимися к гонкам но да, у каждого есть свое мнение о том, над чем мы должны работать да, да, давай взглянем на накладные расходы для этого трека здесь так что говоря сравнительно, о каком размере мы говорим? Мужик, это был бы вопрос к Дэйну я не знаю точного размера этой трассы, но мы также колеблемся, я думаю, в районе контрольно-пропускных пунктов 2018-2020 годов так что это А это, я бы сказал, наши трассы малого и среднего размера мы собираемся исследовать более крупные трассы, когда у нас будет больше энергии от Level Art мы собираемся углубиться в более крупные трассы здесь хорошо, и конечно же наш внутренний гонщик Дэйв попробовал себя в гонках на трассе Лоравиль давай взглянем на это, пока мы продолжаем здесь разговаривать так с чего же это начинается? ты знаешь с чего это начинается? кто бы не построил раньше трассу Лоравилла, Гейтвейс, которая была переименована в окраину Лоравилла теперь это точно такая же стартовая позиция, так что она находится за зданием центрального делового района мы видим это прямо там, значит начальная точка находится прямо за зданием центрального делового района это очень прямая трасса, там есть несколько поворотов, а затем пара прямых линий это выглядит неплохо, я чувствую себя хорошо, контрольно-пропускные пункты очень помогают мы сейчас находимся на том этапе, когда мы просто отшлифовываем контрольно-пропускные пункты где мы хотим, чтобы контрольно-пропускные пункты немного лучше вели игроков в повороты и ты затронул кое-что, на что стоит обратить внимание прямо сейчас эти гоночные трассы будут очень новыми для большинства людей, но для людей, которые были частью гоночной сцены Иксгр или кем-то еще кто возможно участвовал в гонках на этих трассах исторически, они могут быть использованы для них по очень специфическому маршруту или использоваться для них под очень специфическим названием когда мы включаем их в постоянную вселенную и привносим в нее, часто будут вноситься изменения в маршрут или способ обработки вот почему у нас есть дизайнеры уровней, которые пытаются улучшить его там, где они могут, но сохраняют ту же суть и ощущение то же самое произойдет и с названиями, поэтому некоторые ипподромы сохранят то же название, с которым некоторые люди возможно уже знакомы некоторые ипподромы будут переименованы в соответствии с определенными вымыслами, которые команда повествователей разрабатывает вокруг ипподрома чтобы лучше сочетать их с уже существующими аспектами знаний или аспектами знаний, о которых вы ребята возможно еще не знаете так что просто предупреждаю, так что в этом нет ничего удивительного так что в этом нет ничего удивительного да, я могу еще немного подправить это причина, по которой мы изменили название ворота Лорвилла на окраины Лорвилла заключается в том, что у Лорвилла действительно есть ворота по всему городу поэтому мы просто хотели быть уверенными, что для новых игроков они не подумают, что это гонка вокруг ворот Лорвилла так что это именно те вещи, на которые мы смотрим я думаю, что там были наши ребята из нарратива, на которые смотрели, когда находили имена мы стараемся, чтобы названия были согласованными, мы также с точки зрения геймплея, вот что довольно сложно в этом проекте так это то, что мы работаем над этими треками втайне но нам также нужно найти способ, как мы можем сохранить суть игрового процесса, который был задуман сообщество, когда они создавали эти треки как нам сохранить это в целости и сохранности и так, как я уже упоминал, на Дискорде есть что-то вроде гоночной школы а потом мне пришлось вступить в эту гоночную школу и притвориться, что я ничего не знаю мне нужно было задать вопросы, и я спросил вот так как бы ты оценил эту трассу это хард-медиум? а затем я задал бы им пару вопросов о разных трассах просто чтобы посмотреть, где бы они их разместили с точки зрения сложности и мы должны найти хитрые способы проникнуть в их разногласия и задавать вопросы так, чтобы они точно не знали, над чем мы работаем так что это один из способов, которым мы решили выяснить трудности каждой из трасс, где мы должны их ранжировать и когда они должны быть разблокированы Шейди Нино, работаешь под прикрытием в Дискордс? Никогда не знаешь наверняка люди просто входят в диссонанс, так что никогда не знаешь, кто там будет скрываться то, что мы делаем для игр, нам это нравится это такое, это такая классная трасса это так и есть, это один из моих любимых треков Ядар Вали, новый трек, мой новый любимый трек, но это там наверху все в порядке, так что давай взглянем на третий трек теперь третий трек у нас нет вида сверху вниз, потому что это просто выглядело как куча облаков но третий трек посвящен крестоносцу за пределами Ариса, платформам и все такое так что давай взглянем на это и посмотрим, с чем мы здесь работаем звучит неплохо и так этот стадион назывался стадион Каплана до чего я не знаю, почему он назывался стадион потому что это не стадион мы сменили название на автодром Каплана это определенно был для нас полезный опыт у нас было много проблем это тоже была общественная трасса и у нас было много проблем с адаптацией общественной трассы к потребностям гонок по таймтрейлу основные проблемы на полпути трассы был большой поворот где игрокам нужно было сделать около 4 поворотов на 180 градусов очень близко друг к другу в сгибе и у нас были проблемы из-за нового опыта игроков как нам показать игроку, что ему на самом деле нужно выполнить этот очень сложный маневр полета нам также нужно было, чтобы у каждого из наших контрольно-пропускных пунктов был какой-то физический актив, представляющий контрольно-пропускные пункты так что у нас просто было много проблем это плавучий город, он уже существует у него уже есть цель стать судоходной полосой поэтому нам нужно было придумать, как мы могли бы официально включить официальную гоночную трассу в существующую судоходную платформу что определенно было непростой задачей и как нам это сделать, не нарушая погружение в платформу доставки, но также предполагая, что существует такая двойная жизнь что там живут гонщики и судоходство и что она в какой-то степени организована так что эту идею было трудно воплотить в жизнь это определенно полезный опыт для нас да, это было весело это определенно был вызов над этим было весело работать так что нам пришлось кое-что изменить по сравнению с тем, что было раньше в сообществе но надеюсь мы проделали хорошую работу давай взглянем на заключительную гонку Дейва на время здесь я смотрел на нее ранее, и он определенно кажется немного более робким в своих гонках на этой трассе по сравнению с трассами Лорвилл и Дейвар Дейва сейчас здесь нет, чтобы защищаться, но я знаю, что на самом деле этот трек был первым, который мы разблокировали я не уверен, что это так, потому что у него действительно более высокий уровень сложности, особенно здесь, где вам нужно выполнять эти слаломы в промежутках между этими постами так что я не уверен, где мы будем ранжировать этот трек для выпуска, но мы все еще пытаемся определить трудности и порядок, в котором их нужно разблокировать и конечно, то какое бы место они не занимали при выпуске, не означает, что мы не будем корректировать или изменять их позже о да, в будущем все это изменится да, потому что прямо сейчас мы также тестируем нашу систему репутации так что треки, которые мы сейчас настроили, тоже предназначены для тестирования системы репутации в The Onion такого точно не будет в каком режиме полета он здесь находится? я не могу, он слишком маленький, я ничего не вижу определенно не отцеплен давай, Дэйв о боже мой ну да, это было здорово, потому что когда я делал Змеиную яму, мне пришлось самому делать большую часть размещения рисунков так что для этих треков нам очень помогли художники, которые проделали потрясающую работу, чтобы лучше направлять игрока это определенно большой шаг вперед от Снэкбит к новым гоночным трассам у нас были художники высокого уровня, художники по свету у нас было несколько человек из ФЭКС посмотри на это я действительно доволен проделанной ими работой я знаю, что именно я представляю треки для всей команды, но над ними работало гораздо больше людей и я думаю, что все проделали отличную работу так же было здорово работать с командой ЕС, потому что они изначально делали Каплана, а не Каплана Horizon City, наша первая итерация трассы я думаю, мы полностью разрушили их намерения относительно силуэтов и того, как выглядит Horizon так что было здорово так же получить их отзывы и посмотреть, что они говорят а затем позвольте нам пройти через это и посмотреть, как мы могли бы вывести это на следующий уровень и учесть их отзывы так что было действительно весело работать с художниками МФТ, людьми из ЮПА это было потрясающе создавать эти треки, и мы действительно сделали эти треки довольно быстро они появились только тогда, когда мы начали работать над ними не так давно так что я имею в виду, что это приятный дополнительный небольшой бонус к 318 прямо сейчас у меня возникают серьезные воспоминания о гонщиках первого эпизода, например, это выглядит так круто, что я думаю, мне стоит увидеть подобные вещи потому что когда мы работаем изо дня в день, мы обнаруживаем, что работаем над этими маленькими микро-впечатлениями и исправляем ошибки в очень маленьких областях игры и просто для того, чтобы увидеть что-то более целостное как это, и посмотреть насколько это красиво и как все это влияет на освещение и это действительно напоминает нам иногда о том, над чем мы работаем потому что иногда мы можем так глубоко погрузиться в мельчайшие детали того, что мы делаем да, это одно из распространенных заблуждений скорее одно из предположений заключается в том, что иск и скел просто созданы для сообщества но одно из самых распространенных сообщений, которые я получаю почти через день это от разработчиков, которые узнают о какой-то функции, о какой-то разработке, которая происходит в этом очень крупном продукте из шоу потому что я получаю сообщение типа эй, кто тот парень, который говорит об этом потому что они хотят отправить им сообщение, потому что этот человек работает над чем-то, что могло бы помочь им в их работе так вот оно что эй, это еще и потрясающий внутренний инструмент для оказания помощи командам просто знай, кто еще над чем работает да, так что внимание, большое тебе спасибо, что нашел время поделиться некоторыми ипподромами сообщества какие-нибудь заключительные слова ты ничего не хочешь, чтобы покинуть сообщество, прежде чем мы отпустим тебя и продолжим работу с аудиотехниками нет, я просто очень доволен тем, как все получилось я рад, что у меня был шанс поработать с новыми командами я рад, что у меня был шанс поработать с самим гоночным сообществом я просто хотел поднять один момент, прежде чем мы уедем мы поняли, что большинство этих треков принадлежат сообществу Иксгр, но мы определенно открыты для работы с другими людьми как я знаю, это было в моем списке чтобы больше общаться с людьми из SCAR-GG и получать их отзывы о гоночных трассах и обо всем остальном я просто хочу, чтобы люди знали, что мы открыты для общения с сообществом я нахожусь в Дискорд, так что если кто-нибудь хочет, приходите поболтать со мной и поделитесь идеями мы открыты для сотрудничества со многими людьми все это сказано, как настоящий купленный и оплаченный разработчик наманджа, спасибо хорошо, это все для общественных ипподромов мы сделаем небольшой перерыв и посмотрим видео сообщества, которое в этом году заняло первое место в день конкурса Вара я знаю, что сейчас 11 ноября, но у нас не было возможности сыграть в нее, когда мы пропустили шоу на прошлой неделе так что взгляни на обладателя первого места в этом году в день конкурса Вара а когда мы вернемся, у нас будут Грэм и Коррингтон мы будем говорить обо всем здесь в аудио, так что следите за новостями мы скоро вернемся Вечеринка начинается через час я знаю, я знаю, это не займет много времени у них есть буги-вуги варат призрачная лощина мусорщики оказывается очень хороши они все еще здесь? нет, сканирование ничего не показало но что мы здесь делаем? собственно говоря, все ценное было изъято давным-давно дело не в этом я хочу увидеть останки майору Ашберна собственными глазами это одна из тех вещей, которые входят в обязательный список ты имеешь в виду пилота, который сошел с ума и разбил корабль, бив всех на борту он у тебя что-то вроде героя там наверху больше похоже на нездоровое любопытство и это еще не все О.Ашберн не просто согласился убить команду, а нет он зарезал своих товарищей по команде, когда они спали так что же случилось с останками? дикая природа? кто знает? хорошо значит движение спасено ну и что с того? ты знаешь, куда призрачная лощина возвращалась после спасательной операции Гадес? брось, ты же не можешь всерьез ожидать, что я тебе поверю я полагаю, верь во что хочешь, мистер Уашберн он никуда не денется да, это как раз для меня нам пора возвращаться на корабль вот как правило в авиаак吧 а-а ааа а-аа ааа а-ааа а-аа а bххххххххх о па нет 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 лов yep Пожалуйста, пожалуйста. Никаких трюков или угощений. Бруно, Кевин. Кевин, ты страдаешь, пока носишь это все время. На самом деле это была его идея. Боже, мне нужны новые брюки. С днем, Варри! И это был победитель, занявший первое место в конкурсе Вара Трикор Трит в этом году от Стар Ситизен Биватер, который абсолютно нормален и приспособлен и вообще не взывает о помощи. Помни, что новый Стар Ситизен Лив любит и отчаянно нуждается в твоем видеоконтенте, чтобы помочь нам со сменой сцен между первой и второй половиной. Так что ты можешь отправлять свои видео для возможного потенциального включения и Стар Ситизен Лив в центр сообщества. Мы ищем рекламные ролики. Мы ищем короткие повествовательные приключения. Мы ищем все, что могло бы дать хоть небольшую передышку и немного понимания сообщества Стар Ситизен и вещей, которые вы находите интересными, забавными или страшными, в зависимости от обстоятельств. Общественный центр. Зацени это. Роберт Спаса Индастрайс Дотком Комьюнити Хоп. Я думаю присоединиться к нам во второй половине шоу. Люди, которые были здесь в первой половине шоу. Грэм Коринген. С возвращением. Привет. Привет. Давненько у нас не было никого из звукооператоров. Грэм, конечно, ты немного продвинулся по корпоративной лестнице с тех пор, как мы виделись в последний раз. Янг, чем ты сейчас занимаешься для Стар Ситизен? Итак, я теперь директор по аудиотехнологиям, так что я стараюсь это делать. Да, название директор кажется мне странным. Но да, я делаю то, что делал всегда, в основном пытаюсь принимать правильные решения в отношении технологии, аудиотехнологий в игре. И теперь я могу делать это с немного более причудливого места. Наши офисы на самом деле находятся прямо рядом друг с другом. Твой офис, я нахожусь на пике, но они находятся прямо рядом друг с другом. Так что у тебя очень хороший офис с прекрасным видом. А теперь, господин директор, модный человек и карантин, что ты делаешь для Стар Ситизен? Итак, я технический звукорежиссер, так что в основном я беру на себя все взаимодействия между звуком и игрой. Так что в основном я делаю так, чтобы вещи, которые уже звучат круто, звучали еще круче в игре. Например, реагируя на окружающую среду и действия игрока. И Грэм ранее упоминал, что одна из вещей, над которыми ты работаешь, это опыт полета. Да, поговори со мной об этой работе. Итак, мы поняли, что у нас есть все эти корабли, а игра уже довольно старая. Значит, первые корабли использовали какую-то более старую технологию. Все остальные системы, которые мы разрабатывали в то время, и чем дальше мы продвигались, тем больше эти системы эволюционировали, а также менялись требования и потребности к игре. Так что теперь моя работа будет заключаться в том, чтобы оценить состояние всех кораблей, посмотреть, что работает лучше всего, а что нет, и в основном просто сделать так, чтобы все это звучало согласованно и здорово, и дать игрокам вау-эффект, которого, как мне иногда кажется, нам немного не хватает. А корабль легкий. Игра уже довольно старая. Отправляй свои письма на карантин Кара-6, Манчестерский товарный двор, Манчестер М-34. Я не знаю, какой почтовый индекс. Так что да. Итак, когда ты смотришь на такие вещи, как гонки и все такое, как твоя работа потенциально пересекается с тем, что мы только что рассматривали. Да, действительно отличный материал для расистов. Но сейчас я думаю так. У нас есть разные-разные места, где игроки могут находиться в разных пропущенных словах. Контекст, контекст. Спасибо тебе. Да, контекст может быть, и гонки будут большим контекстом, и в нем должна быть эта мелочь в дополнении к обычному полету. Может быть, чтобы действительно сделать это кинематографичным. Более кинематографичным, как будто действительно дать игроку ощущение скорости и опасности. Может быть, потому что ты, конечно, можешь разбиться. Это действительно то, что мы должны учитывать при работе над тем, в каком другом контексте может находиться игрок. Да, для такой огромной игры, как Star Citizen, нам нужно иметь дело с большим контекстом, и мы стараемся придумать как можно больше системных решений, чтобы все просто работало. И люди могли добавлять функции в игру, а мы даже не знаем о них, и они просто работают в мальчик, сказал он, с точки зрения звука. Но что-то вроде гонок — это уникальная вещь, когда все, что тебя интересует, происходит в основном в кокпите и на этой узкой дорожке перед тобой. И системные решения на самом деле не так сильно фокусируются на этом. Так что давайте карантину некоторые инструменты и его команде некоторые инструменты, которые позволят нам это сделать. Да, я об этом думаю. Я думаю о тех фильмах о гонках, на которых я вырос, и все такое. И ты часто слышал, как тебя сбивают и поворачивают за поворотом за поворотом, скрип корпуса корабля, автомобиля в случае этих фильмов. Но небольшое дребезжание гаек и болтов, которые неуклонно ослабевают по мере продолжения гонки, и все такое. Я думаю, у тебя есть много возможностей, если ты сможешь это определить. Хорошо, корабль сейчас мчится, чтобы добавить системное решение, которое может заставить его казаться устно отличным от любой другой деятельности, которой ты занимаешься. Это именно то, над чем я сейчас работаю. Похоже на какую-то новую вибрационную систему, которая отражала бы подобные вещи. Это действительно стресс для корабля, а иногда и вообще никакого стресса, в зависимости от марки. Все это будет связано с огромной переработкой, которую мы делаем, так что это будет действительно потрясающе. И еще я просто думаю, что сейчас гонки могут быть и для внешней перспективы, так что нам нужно также позаботиться о таких вещах, как пролеты и прохожие. А что, если ты в толпе, просто наблюдаешь за гонкой? На что будет похож звук? Так что это тоже одна вещь, которую мы должны учитывать. Сейчас мы говорим о системном звуке, процедурном звуке и тому подобном. И я должен вспомнить, когда в последний раз мы действительно приглашали тебя на какую-либо продолжительную беседу. Мы говорили о Клавдии на прошлогоднем Ситизен-Кон. Мы ничего не слышали. Мы еще не возвращались и не касались этой темы. Так что, поскольку мы знаем, что единственная постоянная разработка в игре изменилась, я просто собираюсь надрать задницу. И я не знаю ответа, когда спрашиваю, Клавдия все еще существует? Мы отказались от этого ради Эдипа или перешли к чему-то еще? Я, конечно, надеюсь. Нет, нет, нет. Клавдия определенно такой. Клавдия определенно все еще вещь. Это чрезвычайно амбициозный поступок. У нас есть более 20 звуковых триггеров, срабатывающих в нашей игре. Все они приходят из разных мест. Все они приходят из разных инструментов. И Клавдия это попытка собрать все эти вещи воедино, чтобы все это могло взаимодействовать естественным образом. Но очевидно, что когда мы говорим о том, чтобы взять 20 звуковых триггеров и весь код, который управляет тем, как они воспроизводятся, и мы переносим все это в новый инструмент, все без исключения движется в эту вещь. Это амбициозно. Я знал, что это амбициозно, когда мы начинали. Я только сейчас понимаю, что это было более амбициозно, чем я даже предполагал в то время. Но это не был бы звездный гражданин, если бы он не был амбициозным. И да, мы определенно очень хорошо продвигаемся в этом направлении. Все звукорежиссеры, которые видят его, очень взволнованы тем, что он делает. И мы просто пытаемся преодолеть этот холм. Ты знаешь, мы заглядываем под все ковры и находим все случаи, когда это пока не совсем подходит, и выясняем, как их обойти. И как только мы преодолеем все эти маленькие горбы, мы будем намного ближе. Итак, мы говорим об этих двух инструментах, и они находятся на разных стадиях разработки одновременно. Мы дебютировали с REST, который является инструментом, который дизайнеры и разработчики уровней используют для повышения производительности. Сейчас они активно используют REST для игры. Над этим все еще очень много работы. Интерфейс по-прежнему, я полагаю, точное слово, которое мне сказали, было дженг. Но сейчас они используют его для размещения 35 аванпостов, которые входят в 318, и для начала размещения аванпостов по всей пиросистеме. Теперь это Клавдий, хотя он все еще находится в разработке и все еще работает. Он где-нибудь активно используется. Есть ли что-нибудь, что мы сейчас создаем с его помощью? Это еще не все, потому что мы подошли к этому так, что хотим перенастроить многое из того, что уже существует. Потому что, внедряя новую систему, мы в идеале не хотим параллельно запускать старую систему. Сейчас могут быть случаи, когда это необходимо сделать для того, чтобы мы могли выпустить релизы и начать исправлять проблемы и тому подобное. Но одна вещь, которую мы не можем себе позволить при таком подходе, это что-то странное, особенно во время выполнения. Поэтому нам нужно наше решение, наше новое решение, чтобы по крайней мере соответствовать всему, что уже есть, прежде чем мы выпустим его в дикую природу. Потому что мы не хотим ухудшить впечатление. Мы только хотим улучшить его. Это интересно, скажете вы, потому что мы ничего не можем себе позволить. Джанки. Это будет слово на сегодняшний день. Есть интересная дихотомия между визуальным и звуковым. Люди будут смотреть фильм в 4 тысячи долларов за 2 тысячи долларов в 1080 СТР. Широковещательное телевидение стоит 720 СТР. DVD, который был раньше, поразит все наши умы. Это 480 СТР. Олдскульное вещательное телевидение, на котором мы начинали, стоило около 240, а иногда и больше. Мы использовали черно-белое телевидение, возились с кроличьими ушами, пытаясь получить сигнал. Мы смотрели полускрэмблированные каналы, когда были молоды. В любом случае, люди будут страдать и принимать любое качество изображения. Но когда дело доходит до качества звука, второе что-то звучит неправильно. Второе что-то звучит не так. Второе что-то становится отдаленно неудобным. Как будто они вышли, а не ушли. Да, абсолютно. Есть две вещи, которые заставляют людей обращать внимание на аудиозапись. Во-первых, это совершенно потрясающе, как огромный-огромный взрыв сингулярности или что-то в этом роде. А другое дело, когда что-то не совсем правильно. И это большая проблема, с которой мы столкнулись. Когда, как я уже сказал, мы должны быть уверены, что все, что мы делаем, не сломает ничего, что еще не сломано. И да, ты абсолютно прав. Если что-то кажется неправильным, мозг очень быстро замечает это. В то время как визуально, если что-то выглядит не совсем правильно, это так. Определенно. Это не просто замечание, это уровень терпимости. Да, хотя это если я имею в виду перевернутых рыб. У задней двери на рыбах была проблема с текстурой, и дверь была сделана белой, а потом иногда она становится зеленой. А это не так. Задняя дверь на рыбах не должна быть белой. Она не должна была быть белой или что-то в этом роде. Это визуальная проблема, но она занесена в список ошибок, и люди терпят это. И люди все еще летают на рыбах вокруг. Это тоже исправляется. Кстати, это исправлено в следующем патче, но опять же это легко терпеть. Но если рыбы издавали странный шум, который только что прозвучал на этой частоте оценки, это похоже на то, что я не могу потратить больше 10 секунд где-нибудь рядом с ним. Это просто странно. Я знаю, что ты программист и твой дизайнер. Может быть это уже слишком, но так ли это? У этого явления есть название? Знаем ли мы, что это такое? Почему эта разница в том, что мы абсолютно не потерпим Пита, ты знаешь? Все, что я знаю, это то, что люди замечают. Люди замечают плохой звук. Я просто понял, что у нас там был специалист по аудиозаписи. Я могу просто спросить его. Но я думаю, если тебе нужна визуальная аналогия, это что-то вроде сверхъестественной долины. Это то чувство дискомфорта, которое ты испытываешь, когда что-то почти так, как должно быть, но не совсем. И ты начинаешь чувствовать легкую тошноту, потому что это не совсем правильно. И я думаю, что то ощущение, которое ты получаешь от аудио, мне кажется гораздо более легким. И да, как уже понял чат, когда я говорил о скримблированных кабельных каналах, я говорил о Биануках, специально кричащих Бианукам. Так что прямо сейчас, в дополнение к Лаусу и вам, ребята, команды по всему Манчестеру переезжают в новое здание. Район вашего парня немного отличается от района всех остальных. Вы, ребята, сошли с ума. Ты пока не можешь показывать фотографии. Мы покажем фотографии на видео, когда это уже будет. Мы хотим представить все это так, но у вас, ребята, есть эти отличные комнаты для звукового дизайна. Их шесть, восемь, десять, двенадцать. Их двенадцать, двенадцать. Их двенадцать. И они огромные по сравнению с прошлой студией. Теперь ты можешь делать объемный звук вместо того, чтобы говорить о новом оборудовании здесь. Так что новое оборудование с нашей точки зрения еще не завершено, потому что строительство аудиозала — это не то же самое, что строительство огромного высотного офисного здания. И мы должны были это сделать. Нам нужно нанять разных подрядчиков, чтобы правильно обустроить эти комнаты. Но ты абсолютно прав. Комнаты, которые у нас сейчас есть, таковы, они пригодны для использования. Они огромные по сравнению со старыми и такого размера. Я думаю, в старых комнатах есть настоящее чувство клаустрофобии, и это прошло. И есть ощущение пространства. И с таким ощущением пространства у вас может быть настоящая настройка объемного звучания, которая удобна и имеет смысл для той работы, которую мы пытаемся выполнить. Это было большое событие, я знаю, потому что каждый раз, когда мы делаем аудио-шоу, люди спрашивают тебя об объемном звуке, о том, что игра микшируется для объемного звука и тому подобном. И так было всегда. У нас были бы ограниченные возможности, потому что они были такими маленькими, но теперь это сильно изменится. Да, абсолютно. И у меня лично будет немного более модный офис. Теперь я скажу немного. Это неправда. Но дело не только в том, чтобы иметь хорошую комнату для себя. Теперь у меня действительно есть место для тестирования в объемном звучании, чего у меня раньше не было. Выходя на площадку, пол-54734 кричит пользователю, спрашивая, это на самом деле прямой эфир? Да, но на следующей неделе это не дополнение к новым возможностям. И причина, о которой я упомянул, заключается в том, что здесь идет серьезное расширение аудио-команды. За последние пару недель я увидел больше новых лиц, чем, по-моему, видел когда-либо. Поговори со мной об этом расширении. Что вы, ребята, делаете? Мы работаем над тем, чтобы перенести все аудио в 42-ю эскадрилью. Там уже много чего есть, но предстоит проделать чертовски много работы, и нам нужно продолжать поддерживать Star Citizen, пока это продолжается. Недавно мы много планировали, и это дало нам четкое понимание того, как много предстоит сделать. И мы обратились к руководителям, и нам дали зеленый свет, чтобы вырастить нашу команду, потенциально увеличив ее в четыре раза по сравнению с тем, что было год назад. И это то, о чем мы как бы просили в прошлом. Но просто проведя анализ и осознав, насколько мы малы по сравнению с компанией в целом, мы смогли открыть множество позиций. Мы ищем звукорежиссеров на всех уровнях. Мы ищем пару аудиопрограммистов. Мы ищем технических звукорежиссеров. У нас есть новая должность, которая называется аудиорига, то есть тот, кто приходит, берет звуки и внедряет их в игру. Так что это что-то вроде инструмента, роль без особой дизайнерской стороны. Но у нас она есть. Да, у нас есть вакансии по всем направлениям, и это в основном только потому, что мы пытаемся увидеть эти проекты. Любой, кто какое-то время следил за проектом и аудиосериалами, знает, что Audio is General, очень хорошая команда. А команда нисходящего потока, за неимением лучшего объяснения, означает, что почти все остальные должны выполнять свою работу до того, как команды нисходящего потока смогут выполнить свою. Это просто когда ты пытаешься создать звук, который должен соответствовать настроению, который должен соответствовать размеру вещи. Они не могут менять размер, они не могут менять настроение, визуально, похоже, все эти вещи должны быть на месте, прежде чем рисовать, вот и все. Мне нравится выбирать это слово перед тем, как ты сделаешь заключительную картину со звуком в конце. Чтобы услышать это, мы сейчас расширяем аудиокоманду, чтобы они могли начать свою работу. По-настоящему рисуй. В 42-й эскадрилье я говорю не то, что нужно. Я просто повторю то, что ты говоришь, и позволю людям делать из этого свои собственные выводы. Что еще у нас есть? У нас почти не осталось времени. Мы уже поговорили. Мы поговорили, Клавдий. Мы обсудили звуковое оформление для полета. Мы обсудили новый офис. Мы объявили о приеме на работу, потому что ваша команда растет почти в четыре раза. Есть ли еще что-нибудь, что нам нужно обсудить? Что ты хочешь знать? Мы занимаемся не только Клавдием. С технической точки зрения у нас есть система распространения, о которой я снова говорил в прошлом, и она так близка к готовности. Так что мы представим ее в какой-то момент очень скоро. Я думаю, люди могут видеть, что это делает для нас. И опять же, это делается для того, чтобы попытаться закрыть какую-то работу. Речь идет об оптимизации опыта звукорежиссера. Так что большая часть технологий, которые мы разрабатываем как в аудиокоде, так и в техническом звуковом дизайне, действительно сосредоточена на том, чтобы позволить звукорежиссерам быть чистыми звукорежиссерами и не тратить все свое время на реализацию. И не тратить все свое время на работу над разметкой уровней и тому подобными вещами. У нас есть много технологий, над которыми мы работаем уже давно, я поднимаю руки вверх, но мы так близки к тому, чтобы выпустить вещи прямо сейчас, и я думаю, что они действительно освободят много времени звукорежиссера. Это не было бы шоу с аудиокомандой, если бы я не спрашивал о VoIP что-нибудь, что вы могли бы рассказать нам о будущем VoIP? Довольны ли мы этим? Над этим нужно поработать. Есть ли на горизонте какая-нибудь работа, о которой мы могли бы поговорить? Над ней нужно поработать, и в настоящее время есть незапланированная работа, но она еще предстоит. Мы хотим сделать опыт VoIP немного более округлым, поэтому мы хотим, чтобы удаленные игроки не просто слышали голос игрока, они слышат то, что мы хотим, чтобы они слышали, как если бы в месте нахождения этого человека был микрофон. Значит, мы собираемся улавливать больше окружающего звука. Если кто-то откроет VoIP-вызов и ничего не скажет, ты услышишь, как мимо них проплывают корабли. Ты услышишь атмосферу Гримхёкса, если они стоят именно там, и тому подобное. Мы хотим поработать над этим. Определенно. Мы хотим поработать и над тем, как звучат голоса. Нам нужно еще немного подстроить весь опыт, он растет. Мы получаем больше и во многих местах, и тому подобных вещах, и это влияет на микс. И нам нужно подумать о миксе VoIP, потому что действительно важно, чтобы вы могли слышать людей, разговаривающих с вами, но в то же время не теряли всю атмосферу вокруг вас. Так что да, для VoIP есть работа на подходе. Любой, кто работал в студии Лос-Анджелеса, может засвидетельствовать, как изменится ваша жизнь теперь, когда я здесь, и все такое. Ты не сможешь убежать настолько далеко, насколько это возможно. Так что я знаю, что мы сказали о невыполненных и в настоящее время незапланированных работах, но может быть, если я попрошу достаточно раз. Может быть, мы сможем запланировать это. Если мы увеличим команду, может быть, после того, как мы увеличим команду раза в четыре? Да, именно так. Если мы увеличим команду раза в четыре, может быть, мы сможем запланировать этот этап отставания. Это все для этого эпизода Star Citizen Live. Спасибо всем вам за то, что потусили с нами еще час в конце нашей недели. Помни, если ты еще не проверил это внутри Star Citizen, вчера мы отлично посмотрели на предстоящий конференц-центр для выставки Интергалактик Aerospace Expo в этом году. 35 новых заброшенных аванпостов добавляются вместе с Альфой 318 и еще одним взглядом на космические станции вне закона, которые появятся в следующих четырех, а также на три других гоночных трассы, о которых мы сегодня не говорили, в районе 18 у Турпи и Ела. Итак, в промежутке между этим шоу и этим шоу у нас есть шесть совершенно новых гоночных трасс, которые появятся в следующем большом выпуске в декабре, так что ты захочешь это проверить. И затем, конечно же, на следующей неделе мы как бы только коснулись этого. Межгалактическая аэрокосмическая выставка 2952, крупнейшее внутриигровое событие года. Это шанс увидеть и испытать почти, должен сказать, почти каждый корабль и транспортное средство вселенной Star Citizen. Есть несколько странных выбросов, которые в этом не участвуют. И если ты хочешь заняться этим, посмотрим. Если я не смогу заставить твиттер Star Citizen, возможно, задать этот вопрос. Посмотрим, смогут ли люди выяснить, какие корабли не задействованы. Потому что намного короче, намного проще или сложнее перечислить те, которые не задействованы, чем те, которые задействованы. Но да, это начинается в следующую пятницу с даты, о которой я сейчас не могу думать. Может быть, 18 или 19. Это звучит примерно через 7 дней. И возвращайся в Inside Star Citizen на следующей неделе. Это первая из двух недель выставки Интергалактика Aerospace Expo, где мы будем говорить о шестистах переделках, которые я переделаю. Отличное знакомство с межпланетной станцией Дрейка для людей, которые, возможно, не знают наших спонсоров мероприятия в этом году и представления нового космического корабля, который я не собираюсь портить прямо сейчас, потому что у меня и так достаточно проблем. А потом приходи сюда в следующую пятницу на совершенно новую межгалактическую аэрокосмическую выставку Star Citizen Leaf. Впечатляющий круглый стол с участием представителей команд по контенту транспортных средств, команд по опыту работы с транспортными средствами, команд по характеристикам транспортных средств, команд по дизайну транспортных средств. У нас на подходе большое старое дело. Это будет в следующую пятницу прямо здесь, на Star Citizen Leaf в новом формате с новой вещью. И я действительно рад. Это был конец долгой недели. Так что для Star Citizen Leaf это Грэм, а это карантин. И мы уже попрощались с Номанией. Большое тебе спасибо, что провел с нами эту неделю, и увидимся на следующей неделе. Береги себя. О, подожди, давай, давай. Я забыл, что кто-то в чате спрашивал об этом. Эй, эти ипподромы. Они выглядят круто, как днем и все такое. А как насчет ночи? А как насчет того, насколько они круты ночью? Мы насладимся этим взглядом на три трека ночью, а затем увидимся на следующей неделе. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал. 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 Добро пожаловать на наш канал.